Медиагруппа «Авангард» представляет Всем привет! 1 февраля появилась новость о том, что один из участников отчета «Гартнер» обвинил авторов в нечестности. По его словам, компании, которые оплачивают консультационные услуги «Гартнер», стоят в отчетах несколько выше, чем те, кто этого не делают. Аналитики, конечно же, называют подобные выпады безосновательными, однако осадочек остался. Хотя, конечно же, скепсис в отношении авторов различных отчетов и сравнений существовал, существует и будет существовать везде и всегда. Какое место занимает аналитика в сердцах авторов отчетов и сравнений, в пиар-бюджетах разработчиков решений, а также в недоверчивых или доверчивых умах специалистов по информационной безопасности. Именно на эту тему мы с вами сегодня будем беседовать. А компанию в погружение мне сегодня составит основатель «Гартнер», шутка, основатель ресурса «Антималверу» Илья Шабанов и директор по маркетингу компании «Позитив Технологис» Владимир Заполянский. Компания «Позитив Технологис» у нас является регулярным участником квадрантов «Гартнер», различных обзоров и сравнений на ресурсе «Антималверу», а также собственных исследований. Ну что, коллеги, надеюсь, вы пришли к нам сегодня в хорошем настроении и поехали! Традиционно начинаем наше погружение с небольшой разминки мышц лица и рта. У нас будет лиц-опрос. Я задам каждому из вас по три вопроса и прошу ответить очень коротко, четко и ясно. Илья, собираешься ли ты становиться русским «Гартнер»? Мы уже движемся в этом направлении. Мы делаем и свою аналитику, мы делаем и свои сравнения, и свои тесты. Более того, у нас заработала своя подборка оптимальных средств защиты на сайте. И в этом году мы планируем запустить также услуги по подбору оптимального решения для заказчика и заказную аналитику. Владимир, бывает ли реклама, как принято говорить, негалимой? Конечно, бывает. Бывает реклама, которая просто доставляет удовольствие. Она может быть красивой, интересной, может быть даже ценной. Владимир, спасибо. Илья, читаешь ли ты обзоры на различные гаджеты перед тем, как их приобрести? Постоянно читаю, да, и делаю из них выводы. Владимир, а доверяете ли вы маркетинговым листовкам ваших конкурентов? Мы доверяем, но проверяем. Это значит, что мнение заказчиков или мнение независимых аналитиков может быть иным. Мы на это тоже обязательно смотрим. Илья, предлагаю немного повысить градус нашей беседы. Ответь на такой вопрос. Какой самый скандальный материал был опубликован на ресурсах Antimalware.ru и что из этого последовало для вас? Самые скандальные у нас, наверное, были все практически анализы рынка. Но последствия были такие, что нам там и угрожали судами, физической расправой. Опасный бизнес. Владимир, а какое предсказание Positive Research с треском провалилось? У нас не было таких предсказаний, потому что мы не футуристы. Мы очень конкретные ребята, мы эксперты. Поэтому, если мы что-то заявляем, мы заявляем это, исходя из нашего экспертного мнения. Будем верить. Коллеги, это была отличная разминка. И пока мы не остыли, я предлагаю погружаться в мрачные пучины нашей сегодняшней темы. В России нет своих аналитических брендов типа Gartner. Владимир, как вы думаете, с чем это может быть связано? Ну, я имею в виду, конечно же, в первую очередь брендов, завязанных на информационную безопасность, а не в общем. Модель большинства аналитических агентств в том, чтобы продавать свою аналитику либо заказчикам, либо вендорам. И вот мне кажется, что степень готовности российского клиента дорого платить за аналитику еще не настолько высока, как это на Западе. Те же самые отчеты Gartner стоят несколько миллионов рублей. И на Западе это распространенная практика. На рынке эта потребность сильно-сильно ограничена. Илья, как ты считаешь, почему на сегодняшний день у твоего ресурса нет конкурентов? Или ты все-таки видишь кого-то на своем рынке? Ну, у нас частично, конечно, конкуренты есть, но я считаю, что да, наша модель, которую мы выбрали, она на данный момент достаточно уникальна. С одной стороны, мы являемся аналитическим центром, и с чего мы начали идем в сторону модели Gartner. С другой стороны, мы являемся отраслевым СМИ. За счет своей аналитики дополняем свое СМИ, а за счет СМИ мы продвигаем нашу аналитику. На данный момент никто больше не пытается ее повторять. Илья, ну в основном на ресурсе, на твоем, выходят сравнения, решения, обзоры их, а аналитики очень мало. Почему? Она заказная идет, мы ее не публикуем на нашем сайте. Мы где-то не хотим конкурировать с вендорами уважаемыми, которые, допустим, дают очень хорошую аналитику. Владимир, вам не кажется, что у нас получается очень интересная картина? Тренды у нас диктуют вендоры, а о продуктах говорит всего лишь один единственный аналитический портал. Не должно ли быть это все как-то наоборот? Вендоры тоже имеют свою аналитику. Особенно это необходимо для России, там, где у глобальных аналитических агентств просто нет знаний. Эта аналитика нужна для того, чтобы понимать, куда дальше развивать продукт. А какая принципиальная разница участия в обзорах и сравнениях в России и за рубежом? Есть разница. За рубежом это достаточно налаженный бизнес, и поэтому все процессы работы аналитического агентства с вендором очень здорово прописаны и проработаны. Там есть специальные анкеты, которые заполняет компания, потом есть обратная связь от аналитического агентства, есть демонстрации продукта, есть доказательства его работоспособности. После чего аналитическое агентство все равно проводит проверку через клиентов, таким образом понимая, действительно ли установлены эти продукты, какую долю рынка они занимают. И, в общем, это такой достаточно большой процесс, который выстроен ими годами. В России этот бизнес только зарождается, и поэтому все эти процедуры работы с местными аналитическими агентствами, они только устанавливаются. Илья, что-то перенять у зарубежных коллег вы хотели бы в своей работе? Да, конечно, хотели. И то, что Владимир сказал, вот это как бы отлаженная система, нам к этому еще нужно достаточно долго идти. Плюс мы хотели бы перенять еще модель оказания консалтинговых услуг, да, потому что эти самые крупные мировые аналитические агентства и зарабатывают много денег на том, что их аналитики консультируют конечных заказчиков, в том числе там в выборе продуктов, да, подготовки там оптимального проекта защиты, да, их информационных активов и так далее. В этом направлении мы также хотим идти, и я думаю, что это вот некий roadmap для нас там на ближайшие там пять лет. Коллеги, спасибо вам за ответы. Мы погружаемся глубже, впереди у нас еще больше интересных фактов и интересных вопросов и ответов. Предлагаю поговорить о доверии. Попадание российского решения в обзор Гарднерта всегда большое событие, поскольку по идее туда попасть очень тяжело, что в свою очередь повышает уровень доверия к данному исследованию. Но последние новости наталкивают на подозрение о том, что пробиться в топ можно и за деньги. Илья, как ты контролируешь своих авторов и вообще были ли в твоей практике уже подобные прецеденты? Слава богу, подобных прецедентов у нас не было. Контролируем мы это очень просто. У нас участие того или иного продукта, что ли, вендора в нашей аналитике не принимает это решение один человек, да. Мы сейчас переходим вообще на такую модель, что все наши сравнения и последние, они обсуждаются открыто, да. То есть мы создаем специальные группы в телеграм-канале, в соцсетях, что раньше это было на форуме, но теперь вот в соцсети это пришло. И обсуждение идет, оно открыто и публично. Я бы хотел еще добавить, что на самом деле у наших российских вендоров, как я себе вижу, есть какой-то определенный комплекс такой Гарднера. Все очень хотят попасть в эти пресловутые квадранты или в какие-то еще отчеты. И очень часто добиваются максимума того, что попадают в нишевые игроки. И выглядит это на выходе очень как-то странно, да. То есть, допустим, самый крутой и самый успешный наш вендор, допустим, попадает в нишевые игроки. И это все на фоне мировых конкурентов выглядит очень как-то слабо. И весь вот этот, весь как бы пиар-эффект, он на самом деле и тут же в моментальном улетучиваете. Недавно я общался с представителем Гарднера, он мне пояснил их подход, их идею, которая заложена в квадрат. Квадрат делится на четыре сегмента, которые разложены по двум осям. На одной оси это технологическая инновационность вендора, а на другой так называемая способность к выполнению, а именно покупаемость этого решения. И присутствие в каком-либо сегменте может означать, что технология очень крутая и она отмечена как уникальная Гарднером. Но за счет того, что вендор еще не охватил достаточно клиентов, которые бы купили его продукт, а они собирают мнение от клиентов по этому поводу, то вендор никогда не попадет в сегмент лидеров. Для тех компаний, которые в основном выступают на российском рынке, это сделать непросто, потому что мировой рынок гораздо шире. Илья, стремятся ли компании участвовать в обзорах? И каким образом ты выбираешь участников? Это очень зависит от сегмента рынка, который мы исследуем. Есть достаточно зрелые сегменты, где спрос со стороны вендоров и их активность очень высокая. То есть к нам обращаются зачастую сами и говорят, когда у вас там выйдет, допустим, новый обзор. Есть сегменты достаточно закрытые, как правило, они там связаны с окологосударственным, например, бизнесом. Мы просто считаем, что мы должны дать потребителям какую-то независимую, открытую информацию по данному сегменту. И инициатива и желание сделать этот обзор, оно полностью идет как бы от нас. Как представитель вендоров хочу сказать, что да, мы стремимся участвовать в независимых обзорах и экспертизе, потому что это про открытость тех технологий и продуктов, которые есть. Я знаю, что если мы говорим о наших сравнениях, что зачастую их используют конкретные конечные заказчики для того, чтобы на их базе составить требования к своему тендеру, например. Владимир, а есть конкретные кейсы, когда участие вашего решения в обзоре Gartner сыграло решающую роль при выборе продукта? Можно создавать какой-то информационный фон о том, что решение попало в какие-то обзоры, и оно хорошего качества. Это важно с точки зрения информирования заказчика о том, что существует решение, и оно хорошего, достойного качества. Но вот выбор должен быть основан, ну и в практике он основан на более практических вещах. Я бы от себя еще добавил здесь такой очень важный момент, что, слава богу, мы прошли в Россию тот период, когда эффективность покупаемых решений была не самым важным критерием выбора. Мы знаем, что какие-то 10 лет назад, кто имел хороший вход в какую-нибудь госкорпорацию, и того решения не покупали. И эта откатная модель действовала очень хорошо, и никакая аналитика, никакие тесты тогда были не нужны. И подгоняли тем самым по количеству каких-то регалий, внешних выбор в пользу того или иного вендора. Это было, и сейчас, мне кажется, таких вот и откровенно коррумпированных схемах становится все меньше и меньше. Это, конечно, радует. Владимир, а доверяют ли клиенты публичным сравнениям и аналитическим обзорам? Вы знаете, стоит разобраться вообще, что такое аналитическое сравнение и обзоры. Аналитика бывает двух типов. Полезная и бесполезная. Полезная аналитика – это та, которая несет какое-то интересное знание и помогает либо вендору принять решение, либо клиенту принять решение относительно чего бы то ни было. В свою очередь, полезная аналитика тоже бывает двух типов. Она бывает основана на какой-то уникальной экспертизе и знаниях. Ну, я говорю, как от лица вендора. А бывает это просто копирование, сбор информации из разных публичных источников. Так вот, чем более полезная аналитика, чем больше она основана на каких-то собственных экспертных знаниях, либо независимого аналитического агентства, либо вендора, тем больше доверия у клиента. Экспертиза здесь, да, она играет, наверное, решающую роль. Почему, допустим, мы не идем там в анализ угроз, да, вот то, о чем мы говорили, там, анализ трендов. Потому что вся эта экспертиза, она находится на данный момент на стороне вендоров. У них прекрасные отчеты, они очень хорошо в этом разбираются. Илья, когда готовятся обзоры на продукты и сравнения, общаются ли твои авторы с клиентами? И как вообще проходит проверка информации, которую вы получаете от вендора? И с клиентами мы стараемся общаться, если есть такая возможность. Скорее, это, наверное, не типичная ситуация, когда мы помимо того, чтобы посмотреть в сам продукт, еще идем к живому клиенту и смотрим, как оно там работает. То есть это, скорее, такая на данный момент приятная неожиданность, если такое становится возможным. Но в перспективе, я думаю, что да, это была бы очень хорошая практика, потому что фантазировать можно какой угодно функциональности. А если это все не работает, не востребовано, то, наверное, нет смысла тогда об этом писать и нет смысла это сравнивать. Владимир, Positive Technologies довольно активно развивается на западных рынках. А как там относятся к аналитике, которую предлагаете вы? На Западе очень ценят аналитику и в большинстве случаев даже больше, чем в России. Мы фокусируемся на Западе на телеком-решениях, на защите для телеком-вертикали. И поэтому в основном то, что туда идет с точки зрения аналитики, связано так или иначе с уязвимостями в телеком-сетях. Доказательством того, что эта информация ценная, является, к примеру, наше участие в GSMA. Это международная организация мобильных операторов, где более 800 мобильных операторов друг с другом общаются в совершенно разных моментах телеком-индустрии, в том числе безопасности. Вот мы активно принимаем участие, мы выступаем на этих конференциях. Я думаю, что это здорово доказывает нашу экспертизу и мнение. У меня есть подозрение, что даже их аналитика из-за рубежа может быть более востребована, чем у нас здесь. Потому что у нас в России зачастую и к своим собственным пророкам и аналитикам относятся, ну как-то такое, что очень настороженно. Считается, что на Западе там люди разбираются, а вы там, ну какие-то местные ребята, как-то есть такое вот отношение. Как говорится, обзоры читай, но лучше сам демочку скачай, заинсталируй и попробуй все функциональные возможности. А мы погружаемся глубже. Илья, а стоит ли клиенту читать между строк обзоры? И как это правильно делать? Я думаю, что где-то, наверное, да, это имеет смысл делать. Мы стараемся, конечно, все объективно делать и рассказывать о продуктах, но какие-то нюансы, какие-то, может быть, мелочи на первый взгляд, из фокуса могут ускользать. Мы просто в силу того или иного формата не можем все обозреть, не можем все рассказать во всех деталях. И поэтому где-то нужно ловить эту недосказанность и уже дальше идти на сайт вендора или обращаться к интегратору и искать там какую-то дополнительную информацию. Есть устоявшееся мнение о том, что продуктовый маркетинг, как правило, выдает желаемую ситуацию за действительную. Илья, вот приходилось ли тебе в своей практике сталкиваться с подобной ситуацией и что в таком случае ты предпринимаешь? Да, мы постоянно с этим сталкиваемся. Практически в каждом сравнении мы видим, что, допустим, какие-то функции, которые уже, допустим, вендор заявляет, на самом деле еще не реализованы. Или находятся в roadmap на этот год, или, допустим, они только еще тестируются, их еще нельзя получить клиенту. И вот эти как бы такие тонкости, что вроде как вот оно уже есть, но оно еще не работает, или на самом деле эта функция, ее как бы напрямую нету, но все то же самое можно сделать как-то по-другому. Вот во всех этих тонкостях приходится разбираться. Наши авторы-аналитики стараются погрузиться очень глубоко в продукты, в тему и выловить вот эти все тонкости. Владимир, а бывало ли так, что обозреватель не понял в какой-то момент, не разобрался, написал чушь, а в итоге вам приходилось оправдываться перед клиентом и писать опровержения? Бывает по-разному, и такое тоже было, когда обозреватель не совсем понимает, что хотел сказать вендор. Да, в таком случае, как правило, обозреватели предварительно высылают вендору свое мнение, которое собираются публиковать. У вендора есть возможность сказать обратную связь, либо еще раз продемонстрировать это в продукте. Да, у нас такое тоже на нашей практике было. Иногда приходится переписывать отчеты чуть ли не целиком, по нескольку раз, и менять автора, и переделывать, потому что это человеческий фактор. Я тоже видел в практике, когда один из западных вендоров угрожал судом, аналитическому агентству за то, если отчет будет опубликован. То есть информация вся была в отчете правдивая, но вендор увидел свою большую слабость в этом отчете, и поэтому всячески угрожал. Отчет все равно опубликовали. Владимир, а у вас есть какой-то кодекс чести для участия в обзорах или сравнениях? Да, конечно, есть. Какой? Ну, вы представьте, для нас правдивое отображение информации в обзоре и дальше представление это в продукте для клиента – это очень важная часть. Иначе, если в обзоре будет одно, а клиенту ты показываешь другое, это значит, что уровень доверия будет тебе очень сильно снижаться. Поэтому мы всегда показываем, в частности, антималверу, у нас была недавняя практика, сам продукт. И у экспертов со стороны агентства есть возможность самому пройти, протестировать, прокликать, спросить об этом вендора. Я считаю, это правильная практика открытости со стороны вендора. Итак, мы поняли, что рынок аналитики, на котором можно зарабатывать в России, практически отсутствует. Однако аналитические материалы пользуются большим спросом, вплоть до того, что клиенты руководствуются ими при выборе решений. Тренды остаются за вендорами, поскольку именно у них сосредоточена экспертиза. Аналитической информации в сети много, и читатель должен сам решать, чему доверять. Я бы хотела, чтобы в заключении вы дали нашим зрителям рекомендации о том, как отличить правильный отчет от, как принято говорить, у нас галимой рекламы. Илья, на что в первую очередь нужно обратить внимание? Я бы выделил, наверное, несколько вещей. Во-первых, репутация в той компании, которая эту аналитику выпускает. Второе, сама методология должна быть предельно открытой. То есть мы должны понимать, как эта аналитика делалась, как, допустим, что убирались продукты для сравнения, откуда убирались данные и так далее. Здесь играет очень важную роль воспроизводимость этих тестов. То есть тот читатель, кто ознакомился с результатами исследования, должен иметь потенциальную возможность самому воспроизвести эти тесты у себя. Владимир, а какие вообще слова в отчете напрочь убивают твое доверие к нему? Есть такая игра, называется «бла-бла-бинго». Это когда ты кого-то слушаешь и слышишь пять раз одно и то же слово, какое-то такое очень красивое, заманчивое, вкусное, интересное, и ты говоришь «бла-бинго». К таким словам могут относиться какие-то превосходные формы чего-то. Замечательный, удивительный. Самый лучший. Самый лучший. Вот что-то такое, куда можно уместно ставить, так же, как слово «э» можно везде воткнуть. Так же и такие слова «паразиты». Независимые аналитики не должны однозначно делать какие-то выводы по результатам исследований. В результатах исследований будет написано, что продукт «А» однозначно самый лучший для корпоративного сегмента. Меня это насторожит, потому что, ну, здесь очень много «но», «если» и так далее, да. И вот для меня это некий тоже показатель, наверное, такой, что, наверное, за эту аналитику кто-то заплатил, скорее всего. Ну и на этой позитивной ноте, это не реклама, мы с вами заканчиваем сегодняшнюю встречу. Илья, Владимир, спасибо вам за участие. А вас я буду рада видеть в следующих выпусках «Погружение в информационную безопасность». На глубине скрывается еще очень много всего интересного. Ставьте лайки, подписывайтесь на Бест-ТВ, не скучайте. До новых встреч, всем пока! Субтитры подогнал «Симон»!